МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они словно созданы из ветра. Один им был, другой им стал. Вместе они легенда, пугающий, завораживающий миф. С момента, когда впервые кто-то узрел их вместе, мир стал другим. Мир уже был немыслим без этих необычных, диких и прекрасных существ. Они поразили других людей настолько, что ими пугали, ими восхищались, им покорялись. Не человек, не зверь, а кентавр. Он появился словно ниоткуда, вместе с ветром, который его сотворил. Знание о том, как происходила доместикация лошади, то есть ее приручение и одомашнивание – это утерянное знание. Мифы сохранили сведения о древнем культе коня, но ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Кто, когда и как превратил коня из дикого непокорного животного, верного друга и помощника человека? И что за открытие заставляет по-новому взглянуть на историю доместикации лошади? Это место люди обходили стороной не просто годами или десятилетиями, а целыми веками. Была ли здесь замешана мистика, слухи о проклятии, таинственные могилы, может, природная аномалия? Здесь течет речка, растет трава, мелкие сопки, лес, овраг, какие-то впадины. А еще ветер иногда доносит неприятный запах. Сплошные обследования территорий, открытия стоянок показали интенсивное заселение и освоение Северного Казахстана в Неолите. Лето 1980 года. Северный Казахстан. После десятилетних раскопок стоянок каменного века в Знойной степи археологи мечтали только об одном – найти бы для работы место попрохладнее, где-нибудь у леса. В конце июня экспедиция готовилась покинуть стоянку на речке Балга-Карасу. Мы заканчивали изучение адбасардской культуры. Это эпоха мезолита и неолита, порядка 10 тысяч лет назад и до 4-5 тысячелетия. Это в адбасардских степях. Там очень интересная природа, связанная с Ишимской поймой долины. Я собрал ребят и говорю, знаете, ребята, мы так устали уже 10 лет в полынной степи работать, когда единственной тенью была тень от ручки лопаты. В палатку днем невозможно было зайти в нашу русскую палатку брезентовую. Вот знаете, я говорю, в 69-м году, а это было в 80-м году, в 69-м году я был в разведке своей по реке Манбурлук. Там есть село Никольское. Я вспомнил вот про это место. Посылаю двоих ребят. Они приезжают, и в кепке приносят очень много скребков, кусочка керамики, вот примерно вот такие фрагменты. наконечники, стрелы, скребки. И знаете, когда я это увидел, у меня все перевернулось, потому что я понял масштабность. В течение двух часов свернули лагерь. Загрузили в старенький, но очень любимый всеми кубанец оборудование. Поверху легли 30 археологов, и экспедиция тронулась в ночной путь к Надежде. Сюда приезжаем на Батай. В час ночи заехали в первый лесочек. Утром в пять часов утра встал, выхожу. Это такая долина, травы нет, желтая площадка, и на ней зеленые концентрические круги. У меня все сколыхнуло, у меня грудь два раза больше. Я побежал туда, смотрю обраги, в обрагах кости, находки, керамика. Смотрю, я бегом в лагерь, бужу, ребят, поберите лопату. На темном пятне, это травянистом, закладываем шурф, и через несколько минут целые носилки материала, артефактов. И в первый день мы нашли 60 тысяч находок. И это надо было переболеть. Такую эйфорию археолог, может быть, раз в жизни только может испытывать. Найденное поселение назвали Батай. Оно относится к эпохе Неолита. Это меднокаменный век, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Люди не зря обходили это место стороной. Здесь скопилось огромное количество лошадиных костей. Из 133 тысяч наиболее ценных костей, из которых около 29%, составляли молодые особи до 5 лет, для биометрической обработки было отобрано 10 тысяч. Предварительный контрольный анализ показал, что лошади Батая по степени тонконогости и по росту в холке различны. Люди приходили, видели кости и с омерзением уходили. Благодаря этому сохранился этот объект. Потому что в деревне, говорили, там скотомогильник, там не ходить. Потому что много костей. Ну, естественно, через некоторые, ну, короткие, где-то дней через 10, мы вызвали вот наших первых ученых-палеозоологов, Лидия Александровна Макарову и Нурумова. И вот они первые обработали, первые десятки тысяч костей они обработали. И именно они сказали, да, ребята, это древние кости. Это имеет аналогии в таких-таких-таких-таких-то объектах. До этого были известны некоторые неолитические материалы. Определили состав. Ну, и сказали, что по морфологическим признакам 99% костей принадлежат лошади. В археологии Евразии такое количество костей еще никогда не встречалось. Их общий вес достигал десятки тонн. Почему их так много? Неужели древние племена просто любили поесть, активно охотились и запасались живыми консервами? Ну, для меня лично всегда аргумент один. Конское мясо, оно диетическое. Оно очень вкусное. И оно, независимо от того, как это было в древности, сейчас, оно всем нравится. И только по этой причине, конечно, наши степи, сарыаркинские, тот, кто там бывал, тот, конечно, знает, что такое бешпармак из канины, что такое канина, казы, жая. Это все наши традиционные продукты, которые не могли существовать, если бы лошадь не была другом людей, которые здесь жили пять тысяч лет назад, сейчас или еще когда-нибудь во времена казахского ханства, например. То есть это такой аргумент живота, который, наверное, самый главный в этой истории может быть. Мы посчитали, батайцы съели вот за то время, которое на ту территорию, примерно, которую мы раскопали, за свое время где-то порядка 350 тысяч лошадей съели. На двух батайцев в течение года приходилась одна лошадь съеденная. Аргумент живота вполне доходчивое объяснение. Да вот только при раскопках нашли костяные изделия. Их интерпретировали как элементы примитивной конской уприжи – стержневые псалии. Дальше больше. Останки батайских лошадей начали сравнивать с костями одомашненных коней эпохи бронзы Казахстана. Потом тарпана, вымершего предка современных лошадей. И, наконец, с лошадью Пржевальского. Оказалось, что в черепах и костях с поселения Батай есть что-то особенное. Мы определили два участка скелета, которые являются доказательством факта одомашнивания лошади. Кость нижней части передней ноги у дикой лошади короче, шире и крупнее, а у доисторической домашней лошади тоньше и мельче. Мы выяснили, что батайцы ездили верхом. Узда обтачивала переднюю часть зубов. Открытие поражает. Неужели батайцы опередили всех на целое тысячелетие? Раньше предполагалось, что человека домашня лошадь где-то во втором тысячелетии до нашей эры. А батайской культуре много больше. Несмотря на то, что археологические свидетельства приручения коня обнаруживали в Европе, часть ученых склонялась к тому, что центр доместикации все-таки размещался где-то в Евразии. Кто бы мог подумать, что еще один продукт кочевой цивилизации даст подсказку? В поселении нашли остатки керамики. Британские ученые взяли с нее около 90 проб и сделали неожиданный вывод. Батайские люди управляли лошадью, как домашним животным. Человек садился на лошадь, доил ее, употреблял кобылье молоко. Нами были обнаружены четкие следы кумыса на осколках древней посуды. Неужели случайная находка в местах, куда люди давно перестали заглядывать, этот странный скотомогильник и есть свидетельство в пользу древнего центра мировой доместикации? Одни ученые безоговорочно или с небольшими допущениями с этим согласны. Другие, например, российский палеозоолог Павел Косинцев, сенсацию воспринимают с осторожностью. У лаборатории Косинцева свои методы по изучению следов и стертости на зубах лошади. И там полагают, что вопрос о доместикации все еще остается открытым. Чем ближе мы будем подходить к истокам доместикации, тем разница в размерах диких и домашних животных и их костей будет становиться все меньше до тех пор, пока не исчезнет совсем. Появились данные о естественном, не связанном с процессом доместикации, измельчании животных в связи с изменением климата. Массовое нахождение костей одного вида на поселении – это редчайший случай для мировой науки. Но выяснилось, что даже богатство материала не облегчает открытие. То, как специалисты по-разному трактуют количество костей, их внутреннюю структуру, морфологические признаки, то есть особенности строения батайской лошади, напоминает гадание на костях. Ну и загадку для современной науки подбросили древние люди. Судьба словно специально больше десяти лет по жаре кружила археологов вокруг этого места. Словно им нужно было созреть для открытия. Ведь в чем главное тайное поселение батай? Неужели именно здешние племена веками добивались, чтобы животные привыкли к человеку, перестали быть агрессивными, обладали определенными качествами, особым типом нервной деятельности и давали нужное потомство? А если взглянуть на историю человечества в целом, вдруг найдется подсказка в прошлом других культур? Ведь до этого древние люди, древние самые высокоразвитые цивилизации, как то Шумера Каат в это время, ну я имею в виду третье тысячелетие до нашей эры и конец четвертого, это Харапа или Ганур, Анау в Туркменистане, да, это были крупнейшие центры. У них не было лошадей, у них были быки, у них были коровы, валы, кастрированные быки. У них были верблюды на худой конец, это вот на юге Центральной Азии, в Туркменистане, но лошадей не было. Лошадь была очень редким, скажем так, животным, которое не каждому удалось использовать в практической жизни. Поэтому до конца третьего тысячелетия до нашей эры и до начала второго тысячелетия до нашей эры нигде в древнем мире, это тогда называлось Айкумена, территория, которая освоена человеком, ну, скажем так, человеческой цивилизацией, начиная от Шумера, нигде не было лошади. Акваскабалус неизвестен был. И они использовали повозки тяжелые, двухколесные, четырехколесные, в которых запрягали быков, в которых запрягали верблюдов, в которых запрягали различные виды эквидов, так называемых полулошадей, полуослов, то есть смеси различных лошадеподобных животных. Если не Шумеры, чья цивилизация считается самой древней на Земле, то кто, исследовавших за ними народов, первым приблизился к коню? Кентабры – это образ, возникший в древнегреческой мифологии. Я думаю, это произошло, потому что они встретились с кочевой цивилизацией, с представителями, такими как шкифы, коситы, тавры. И то, что человек так ловко сидел на коне, он казался им одним существом. И поэтому у них появился такой образ человека-коня, для греков, конечно, это был очень экзотический образ, потому что сами они ездили на колесницах, и для них лошадь была как бы тягловым животным, а для кочевника она была, можно сказать, второй натурой кочевника, его альтер-эго, потому что именно приручив лошадь стало возможным такое большое отгонное животноводство, когда вот эти табуны, атары перемещались на дальние расстояния. И только вот на лошади можно было вот так вот пасти овец, защищать их. И, кроме того, лошадь эта стала уже как помощниками в военном деле, то есть кавалерия. Феномен кавалерии тоже возник вместе с кочевниками. Итак, следы вновь ведут в Евразийские степи. Выходит, не зря еще в советское время к Батаю пытались пробиться сквозь политический барьер ученые из многих стран. Исследователи Батайской и предшествовавшей ей от басарской культуры считают, что эти племена одомашнили около 10% лошадей, но и вольные табуны находились под контролем человека. Часть лошадей выбраковывалась, какая-то шла на еду. Так зарождалась технология коневодства в степях, сохранившаяся до современного времени. Первое – это процесс приручения, когда они отлавливали, забирали, неважно, молодые особи, и использовали их по дому, приручали это, кстати. Но они не смогли сбивать с них агрессию. На определенном этапе эта особь все равно убегала. не могла подчиниться человеку. Вот этот период занимал и период неулита в басарской культуре. И второе – когда уже в эту среду попадает технология кастрации. Бывает, тем более, бескровная кастрация. Она очень продуктивная. Особь не теряет вес, она не болеет практически, но, тем не менее, у нее уже половой агрессии нет. Значит, нет агрессии. И человек, как и сегодня, объехать коняты, салоши, ну, 7-10 дней нужно, скажем, чтобы ее из табунасти взять. 7-10 дней она будет под седлом, или в ермо там ее можно загнать. В это с трудом верится, но то, чем занимались батайцы, сегодня называют селекцией, если хотите, генной инженерией. При раскопках были найдены древние хирургические инструменты. Когда я работал над этой темой, ну, поднял материалы, связанные с зоологией, ветеринарией, и нашел точные типы современных скальпелей. Один из них, вот, скальпель Борцумяна, бескровный. Сегодня он используется в оленеводстве в основном. Оленеводы, олени стали домашние примерно в 7 веке до нашей эры. Но они приняли у степняков технологию обработки. И теперь уже в оленеводах я нашел те древние элементы узды, которые использовали в лошади. И застежки пут, и недоустки, и элементы псалиев, и костяные застежки. И второй источник для реконструкции узды в период Батая послужили одна уздечка, найденная мною у цыганов, в цыганской семье одной. У них лошади были взмузданы уздечкой с костяными элементами. И они очень древние. То есть технология в коневодстве, она очень живучая. Она сохранялась в многих тысячелетиях. Ну и сегодня, когда мы посмотрели этнографические материалы, материалы казахских коневодов, у них и застежки, и путы двуножные, и треножные, это они абсолютно торжественные. Батайские, но только... Ну, Батайи часто делались из костей. Многие сломаны. Всего же поселение Батайи функционировало 584 года. Первичная ячейка населения Батайской культуры была семья. Минимальное количество в семье 2-4 человека. Максимальное – 18-20 человек. Что это были за люди, о достижении которых сегодня спорят ученые из разных стран? В Батае жили рыболовы, охотники, собиратели. Здесь умели обрабатывать дерево, кость, шкуры, изготавливали керамику и украшения, ткали, плели утварь. Есть шанс выяснить, как батайцы выглядели. При раскопках в 80-е годы археологи нашли 5 черепов. Один из них озадачил всех. Две трепанации были зафиксированы в теменной области. Работа с данным черепом выявила сквозной характер трепанаций и сработанность внешнего края. Это невероятно. После сложнейшей операции пациент, возможно, прожил еще несколько лет. Когда он ложился под каменный нож, ему было 14-16 лет. Наверное, это юный шаман-жрец, человек с экстрасенсорными способностями. Именно таких людей в древности подвергали смертельно опасной процедуре. После трепанации у них возникали страшные воли. Они бредили. Считалось, что так и происходит общение с духами. На батайского колдуна после смерти надели маску. В ней и похоронили у входа в жилище. Батай – это важное открытие не только для Казахстана, но и для всего мира. Приручение коня – это настоящий переворот. Люди решают использовать лошадь для транспортировки и тем самым открывают для человечества целый мир. Вместе с появлением домашней лошади стартовала новая эра. Эра конно-транспортной коммуникации. Принципиально новая динамику имела. Разница в 20-25 километров в скорости. Расширение пространства, расширение динамизма, переориентация, видимо, и речевой системы, всей культурной. Это соединение земли и неба. Это степная ковыльная степь, и облака, и горы. Это все соединилось в одну систему новую. То есть конь оседлал время. Мой друг Энтони, Дэвид Энтони, из Америки, тоже он обрабатывал как раз зубы, он говорил, что кони – это космический корабль древности. И когда появились первые конники в таких долинах западных, среди земледельцев, рыболовов, они несли с собой принципиально новые ощущения. они были подавлены. Кентавры. Это были кентавры. И ясно, что все открытия, они шли из степей. Земледельцу, когда он свой календарный цикл вырабатывает, ему уже ничего лишнего не надо. А здесь новые территории, новые проблемы. Экстремальная природа, резкоконтинентальный тримат, кони, штаны надо, стремя надо, тут подвязки надо, его узнуждать надо, ремни надо, все новое, давай, 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 понимаете. И это как раз культурный феномен, вот такой динамичный. Еще не кочевники, но уже не пешие. Эти люди едва не унесли с собой одну из главных тайн древности. Благодаря упорству археологов и невероятной удаче, мир узнал об Атайцах. Вот уже четвертый десяток, о них спорят, в них видят новаторов, с ними сравнивают других. Образ человека Батайского это образ, рядом с которым по жизни шел древний конь. И у нас есть еще шанс разгадать тайну первовсадников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok